Бюджетное слушание. Первое заседание муниципалитета Ярославля намечено на четверг, но уже сегодня депутаты знакомились с проектом бюджета на следующий год. В городской казне вновь будет существенный разрыв между доходами и расходами. Нина Свечникова с подробностями. Новоизбранные депутаты сегодня обсуждали новый бюджет на будущий год. Основные его параметры – доходы казны – почти 7,8 млрд рублей, расходы – 8,6 млрд рублей, дефицит – около 800 млн рублей. Исходя из этих цифр, видно, что бюджет будет вновь сложным. Объем налоговых доходов в 2013 году прогнозируется в размере 5,88 млрд, со снижением к ожидаемому исполнению текущего года на 7%. В связи с уменьшением поступлений доходов от реализации имущества, что обусловлено уменьшением количества объектов, возможных к реализации. Муниципальный долг, который накопился за несколько лет, в следующем году дойдет до 3,8 млрд рублей. Сегодня отмечалось, что в Ярославле почти не осталось муниципальной недвижимости, за счет продажи которой можно закрыть столь большую брешь в казне. Для пополнения казны городские власти идут на увеличение налогов. Решили поднять ставки налога на вмененный доход, что затронет такие сферы бизнеса, как перевозки на маршрутках, общепит и наружную рекламу. По данным городских властей, сегодня маршрутки платят в 10 раз меньше налогов, чем городской общественный транспорт. Кроме того, планируют поднять налог на имущество. Больше придется платить владельцам квартиры коммерческой недвижимости. Эти ставки будут дифференцированными в зависимости от стоимости недвижимости. В то же время расходные статьи бюджета депутаты сегодня сочли недостаточно подробными. Нет расшифровки по статьям, нет того же плана приватизации, нет того же плана продажи, нет пояснительной записки. То есть, ну какой бюджет? Просто сводная табличка каких-то сведений с определенными графиками. Нет ни одной расшифрованной программы. Понравился доклад мэрии, достаточно подробно. Администрация готовит для нас информацию, мы будем знакомиться с расходной и доходной частью. На верстку того же бюджета, сами понимаете, до конца года не так много времени, поэтому, собственно, все равно в любом случае это полезно. Финансовые приоритеты, закладываемые на следующий год, это зарплаты бюджетников, выполнение всех социальных обязательств города, ремонт дорог и дворов, реконструкция парков и увеличение мест в детских садах. Кроме того, в четырех школах планируют сделать спортивные площадки.